Да, всем привет! Так как в последней на классе уже подустали, поэтому решил вот такое весело провести время. И знаете, раньше были такие агибы-бригады, они ходили, и какие-то лозунги правильно кричали, и все говорили там «да». Друг мой! Да, вот, ты помнишь, да, у нас застал это время. Поэтому давайте так же весело проведем наше время, и я буду говорить лозунги, а вы будете кричать «да». Вот давайте отректируем. Используй, мой друг, промо-посты. Будешь сыт и богат ты. Да. Да. Используй, мой друг, промо-посты. Будешь сыт и богат ты. Да. Вот, молодцы. Следующий слайд. И смотрите, каждый тринадцатый пост в вашей ленте – это реклама. Сами заметьте. Да. И действительно, если вы застанете телефон, зайдите в приложении ВКонтакте, по листу на 8 лет, то вы увидите, что каждый тринадцатый пост у вас в новостях – это будет какая-то реклама чья-то. И вообще, почему промо-посты сейчас актуальны, да, и это такая, мне кажется, главная фишка этого года? На этом существует несколько причин. Давайте следующий слайд. Первый, в конце апреля, Контакт наконец отменил ограничения на запуск промо-постов. Раньше промо-посты могли запускать только большие сообщества, и надо было прийти там несколько кругов фаза, чтобы запустить промо-посты. Вот сейчас все это отменили, даже если у вас сообщество из-за того человека – это вы, вы все равно можете запускать промо-посты. А дальше, лето, ввели умную ленту. Ну, что такое умная лента – это лента, да, которая умная, и видит, что если у вас коммерческий паблик, она понимает, что вы можете платить деньги, поэтому ваш новост не размещает. Соответственно, новости коммерческих пабликов сейчас не появляются, и если вы хотите что-то провелать через Контакт, надо платить. Дальше, в сентябре, наконец, Контакт ввел в скрытые промо-посты. Если раньше вам, чтобы запускать удачу, там, ну, промо-посты нужно было или делать их очень много, тем самым застеряя свое сообщество, или же делать там один, но, может быть, там, под все аудитории это было не очень эффективно, то сейчас Контакт этот все отменил, можно в скрыту запускать тучу промо-постов и не спамить основную ленту вашего сообщества. Ну и последнее, сегодня Николай, то есть я, расскажу вам секреты, и, может быть, вы будете более удачно запускать тучу промо-посты. Следующий слайд. Давайте перейдем к кейсу, и будет у нас кейс по словам красоты, но перед этим вспомним наши лозунги. Брошки плещут на тебе с платья полуголова. Эх, к такому платью, да еще бы голову. Да. Давайте, Лед, поясилее. Значит, в салон красоты, там несколько девочек собрались, решили там красить других девочек, делать макияж, прически. И вот тут девушек много сидит. Скажите, вот по каким поводам девушки идут делать макияж, прически? Очень незначенно. Ну, по какому, давайте конкретно, на праздник, то есть на день рождения, свадьбы? Врусно стало. Депрессия. И когда врусно стало, да, просто что-то... Препарадно. Ну, веселиться. Ты у вас следующий слайд? Фотосессию. Да, фотосессию тоже, правильно? И действительно, вот мы выявили такие треслые группы, это на выпускные, просто массовые идут, на дни рождения, свадьбы. И решили под каждую группу запускать серию промпостов, чтобы вот эти услуги салона красоты продавать. И... То есть, как найти нам выпускниц? Тут все очень просто, даже церебра не нужен для этого. Мы... Да, то есть в сандартный, заходим в кабинет контакта, и там есть, что можно показывать рекламу выпускникам обленного года. Так как дело было в мае, то все выпускницы, там, шестнадцатого года, это и есть девушки, которым будет интересен макияж на выпускной. Следующий слайд. Да, и мы тестили различные промпосты, то есть мы там делали красивую фотку на этих, на Воробьевых горах, там, где девочка-модель там какая-то красивая, еще какие-то. И поняли, что вот родное, да, вот такое, отеческое, оно ничего не заменит. Поэтому под каждый буст мы начали запускать свой промпост. Вот тут, допустим, у нас такой есть буст по ГРУ, и вот такое здание комическое, где, ну, видите, да, тоже, как бы экономно его сделали, такого, ветха. И вот этот промпост, он давал наибольшую конверсию в клики, потому что здесь родное здание, все это знают, все как бы поймут, что это именно для них реклама, а не просто на широкий круг. И запустили голосовую, будешь ты делать макияж, да, нет. То есть тут, да, конечно, нет, я и так красива. Все, вот видите, да, тут 16 ком, 1100 аудитория, и вот на примере этого поставки, вещества, получилось, что аудитория 1100, охват был 871, 46 человек, как вы видели, они проголосовали, 23 человека сказали, что они хотят причёску, 6 человек вписалось, и 3 в итоге оплатили услугу. То есть у нас цена подключённого клиента вышла 87 рублей, это по одному вузу. То есть мы запускали по 6 вузам, а, можно ещё на предыдущий слайд? А вообще зачем голосовую вузу запускали? Просто такая штука, я заметил, что люди, они вообще очень любят голосовать. То есть их хлебом не кормить, да, это голосовать, они уже лайки не ставят, комменты не делают, посылками не переходят, но голосовать, это, блин, это развлекуха. И, конечно, те, кто проголосовали, да, конечно, хотят сделать макияж, что они, ну, добавлялись в группу Ритаркета, и им отматывались уже там кейсы различные, скидочки, акции. И потом просто в тупую начали писать им ещё и в личку, что вот вы проголосовали, давай, как бы уже, чё, записывайся. И, как бы, вначале мы думали, это некрасиво, это же, как бы, вводит спам, но, с другой стороны, это не спам, ну, она же сама подписала, что да, хочет макияж, чё с кромочкой-то, давай, пойдём. Давай, следующий слайд. А, ну, и у нас очередной лозунг, поэтому приготовьтесь, не халявьте, как в прошлый раз. Голосование — это большая честь. Чаще голосуй, будешь слаще есть. Да! Вот, молодцы. Следующий слайд. А, теперь у нас дни рождения у девочек, это тоже такой, ну, праздник. И тоже, опять же, снова церебрый не нужен. И есть, ну, такая настройка, вы все её знаете, это день рождения, да, то есть показывать рекламу, уходить, рождение на этой неделе, сегодня или завтра. Всё, мы начали, так сформировали, начали показывать рекламу и поняли, что, ну, услуга макияж и прическа, это, ну, довольно-таки дорогая услуга, то есть, там, в районе тысячи рублей стоят, то есть, в сумме, это две тысячи было, это же сумасшедшие деньги. И надо было выделить более богатую публику, и вот как это можно сделать? Ну, тут вопрос вам. Можно? Устройство, да, что ещё можно? Ну, тут где-то пять способов. Первое, это группы, которые состоят в недорогих покупках картины, группы бизнес-нимательных, дорогих, ну, условно, да? Ещё группы, которые... Ну, группы, понятно, я пора по группам, да. Группы оставили комментарии, дорогие солнце, которые поменят не мальчики, то есть, BMW, там, аудио, раскрытие, СД, значит, вам понравится. Да, да, да. Короче, это очень сложно, вы всё говорите. Я поставил группу, пожалуйста. Очень сложно, то есть, также в свидатом настройке кабинета есть несколько вещей. То есть, первое, мы заметили в ходе экспериментов, что люди с высшим образованием, они, как правило, ну, более богаты, нежели чем люди без высшего образования и более адекватны. Поэтому поставили такую галочку, что окончание вуза у них, там, ну, минимально с 1955 года до бесконечности, и сразу же там улучшилась вся статистика. Вторая настройка, которая позволяет, ну, в один, там, клик, да? А можно рассказать, насколько изменилось количество аудитории? А высшее образование, по-моему, если не ошибаюсь, в три раза сжимает аудиторию. Надо посмотреть. Ну, вот у меня, по-моему, в три раза сжимало. Следующая настройка – это путешественники. То есть, те люди, которые два раза в год выезжают путешествовать и авторизуются в каких странах, это значит, те люди могут себе позволить два раза в год выезжать из России, значит, не какие-то деньги. Как-то в год выезжают. В шесть месяцев. В коне, я прошу на галочку просто, чик, всё. И, по-моему, кстати, вот путешественники в пять раз жевают аудиторию, по-моему, опыту. По крайней мере, с тем, которое я рвала. Поэтому две галочки, если у человека есть высшее образование, два раза в год выезжает путешествовать из России, скорее всего, у него есть деньги и, скорее всего, этот человек хочет следить своей внешностью. Поэтому, применив эти настройки и выбрав 22-х лет, запустив голосовалку, получили вот такие результаты, что, ну, тут 38% девочек проголосовало, что, да, они хотят сделать макияж. Ну, естественно, по старой схеме им базовый ретаргет, им откручиваем кейсы, скидки, в личку уловимся. Ну, всё по старой схеме. Вот. Мы решили поэкспериментировать, а что ещё можно сделать, чтобы улучшить показатели. Ну, и всегда, как бы, действует, когда ты к человеку стараешься, ну, максимально индивидуально обратиться, там, что, привет, Феликс, как ты, ладно. Вот. Поэтому мы решили, а что если попробовать посегментировать по возрастам? То есть, как бы, мы говорим, что определенный возраст, и плюс ещё, наверняка, там, девушки, они охотнее пойдут делать макияж, если это какой-то будет юбилей, там, 20, 25, 30, 35, ну, и так далее. Поэтому следующий слайд, мы сделали вот такой уже пронпост с возрастом, и, естественно, откручивали его по тем, у кого 25 лет, ну, в принципе. Ну, тут оказалось, что катар говорит, а я и так нельзя девочкам, то ты, как что, вот, им 25 лет, вот, ну, тут, вот, было возряжение, тут пишут, что на картинке заблажён возраст, нужно его заменить. И тут такая фишка, что если вот, можно, как бы, с техподдержкой общаться, да, там, уговорят, ну, пропустите, пожалуйста, мой пронпост, а можно просто, как бы, его отменить и, вот, под вечер снова запустить. Не придёт, ну, можно постучать по дереву, снова запустить, и он обязательно пройдёт. Вот, поэтому всё-таки он, этот пронпост пролез, и, как видите, если на прошлом году было 38% девочек голосовала, что не хотят макияж, то тут уже 48, да, то есть на 30%, говоря, улучшилось, да, таких показателей. Так, ну, тут тоже мы не остановились, думали, блин, что-то надо ещё сделать, чтобы ещё лучше были циферки. И тут вспомнили, что, я не помню, когда месяц назад, или два месяца уже назад, гифки, да, появились с АПЛМ, то есть сейчас Лен, кто листарший, у тебя уже фильмы, там, какие-то мини-присходят. Следующий слайд. И вот мы такую гифку сделали, типа, день рождения. Ну, знаете, такие, как бы, буквы идут, такой строкой, там, день рождения, давай покрасься, не будь некрасивой. Ну, как-то так это было. Вот, и это всё запустили на следующий слайд. У нас получилось, ну, таких три пронпоста. Вот здесь, ну, цифры боковина, да, и хорошо. Вот, и я решил посчитать, ну, крое наиболее конверсионное. Ну, мы вчера уже даже говорили, что непонятно, что считать за конверсию, да, потому что есть переходы в группу, есть переходы по ссылке. Вот, но я решил считать за конверсию эту сумму показателей перехода в группу и перехода по ссылке. Вот, и как вы думаете, ну, какой из этих постов показал наилучшую статистику? Ну, перехода в группу и перехода по ссылке, вот из этих трёх. С гифкой, да, кто ещё что-то считает? 25. 25. А лучше что, значит, по цене или по конверсию? Нет, ну, по конверсию, то есть, по цену вовлечённости, да, от этой аудитории, чтобы они от всей аудитории там кликли и переходили, и в группу заходили там. Или по ссылке, сразу же в мастер вы писали. С гифкой. С гифкой. А примерно какие можете сказать цифры? Давайте так пробуем погадать. Подвечерки. Ну, не, ну, конечно, это же всем лень, я понимаю. Уже подвечерки. С гифкой. А? С гифкой. С гифкой. Ну, а не будем мучить, говорили следующий слайд. И действительно, вы угадали, что этот пост указал 5% от всей массы людей, они или переходили, или писали. А здесь по 2%, но с гифкой мы не использовали голосовалку. Здесь вы побоих случаев использовали, и в случае с 25 лет, то воплечерок голосовали составил 8%. То есть они примерно одинаково работали с этим, но здесь больше голосовало. Вот как-то так. Следующий слайд. А, ну вот, кстати, вот такая гифочка. Вот они примерно вот так идут. Они мне больше всех нравились. Вот, это немножко из любого кейса, но я хотел вам показать, что это не только для девочек гифки, да, хорошо работает. Ну и также для бизнес-кейсов, мы позднее об этом кейсе побольше поговорим. И тоже вот на одну и ту же аудиторию были настроены промо-посты. Вот здесь клик выходил 18 рублей без гифки, а с гифкой уже 5 рублей. То есть это круто. Следующий слайд. Вот. И, кстати, несмотря даже на то, что перед тем, как запускать гифки, у меня были такие опасения, что бывает, ну, когда эта гифка не плывается, да, знаете. Бывает еще что-то, нет, все нормально, цифра хорошая. Поэтому давайте наберем в грудь воздуха и к очередному, да, такому воздуху повторяемся. Большая конвексия – это не миф. Попробуй использовать и форматив. Да! Вот, молодцы вообще. Бухвально. Следующий слайд. Ну вот, следующий кейс тоже такой B2B, да, сегмент. Где-то года два назад было модно делать виджеты обратного звонка, да, типа Colbert Hunter или Colbert Killer вчера уступал. Вот, то есть там идешь обедать, и каждый второй уже этот виджет или делает, и уже сделал. Ну, у Филиса такая же, да, история, что ходишь там уже, друзья тоже делают баксеры. Вот. Ну, в общем, мы решили присоединиться к этой моде и сделать свой виджет обратного звонка, да, вот эту кнопочку, по которой можно перезванивать. И думали, как его продвигать, и попробовали промо-посты. И вот мы всякие пробовали схему, да, нацеплять аудиторию. Ну, нашли одну такую схему, где найти лучшую свою аудиторию, которая вообще классно отрабатывала. И сейчас на следующий слайд я вам покажу. Как вы думаете, как мы начали искать свою целевую аудиторию? Директора, владельцы. Что еще можно? Есть такая штука ВКонтакте. Вы видели, что в некоторых сервисах можно авторизоваться через ВКонтакте. Да, то есть вы заходите, чтобы вам не вводить, не придумывать орден-пароль, просто говорить, давайте авторизуемся. Вот. И эта штука – это отдельное приложение, по которому можно отматывать рекламу. И давайте следующее число. Вот, допустим, бизнес-молодость. У них на сайте можно авторизоваться через ВКонтакте. И поэтому... И вот у них уже авторизовалось, на самом деле, здесь 60 тысяч человек. Но здесь я девочек всех отключил. Почему отключил всех девочек? Ну, потому что, когда я крутил и на девочек, и на мальчиков, то как бы была одна конверсия, когда я девочек убрал за рекламу, то конверсия сразу же улучшилась. И меньше стали жаловаться там. И из тупых вопросов, конечно, стало. Вот. Не знаю, с чем это связано. Но решил, как бы, что пускай девочек, может, не будет. Ну вот, в общем, бизнес-молодости. 60 тысяч человек. Ну, вместе с девочками там в районе 100 тысяч. И когда, естественно, рекламу пускаешь по аудитории, да, бизнес-молодости, надо какой-то, ну, элемент бизнес-молодости использовать. Снова за техподдержки ВКонтакте мы воевали. Я старался просто в тупую этот их... Ну, логотип бизнес-молодости положить. Но у меня никак модерация не одобряла. Поэтому пришлось вот такую какую-то накиску, это банк. И нормально она прошла. И вот смотрите циферки. 7900, да, расход. Вот здесь внизу вы видите. И на эти 7900 мы получили 1229 переходов. Это, соответственно, где-то в 5, да, или 6 рублей за переход. Это вообще круто для этого проекта, потому что у нас в деревке, там, ну, клики выходили вообще во много раз дороже. А тут, ну, такая, не очень большая сумма. При этом мы еще отматывали по 5 раз промо-пост. То есть в один раз отматывали, еще цифры были бы лучше. Следующий слайд. Ну, тут прямой конкурент. Клуб «Ханкер» у них тоже, ну, молодцы, ребята, сделали удобно для людей, чтобы они авторизовывались через ВКонтакте. Поэтому у них порядка тысяча человек, мальчиков. Ну, помните, да, только не мальчик интересный. Я здесь. Вот. Поэтому у них тысяча человек, она авторизовывалась. У нас тут, ну, бюджет поскорнее, если 14 рублей потрачено, 80 переходов, это что, меньше 3 рублей, да, за переход. Это вообще божественная, и тем более там хорошо регистрация, это все конвертировалось. Следующий слайд. Это уже «Майтарги», тут тоже, как бы, сколько у нас тут? 2 800 мальчиков, 416 рублей и 108 переходов, ну, там, что получается, в районе 4 рублей. Круто. Следующий слайд. ЛП-генератор. Тут, получается, тысячу, ну, 300 рублей потратили, 177 переходов. Ну, тоже, да, там меньше, где-то, в районе 7 рублей переходов. Это тоже супер. Причем, смотрите, тут еще картинка, да, такая, ну, не очень красивая получилась. Здесь всем крутая в фотошопе. Это я тоже заметил, что когда ты делаешь такие, ну, лосковые картинки, классные, приглаженные, они как-то не так конвертируют, а если ты как-то такой жесткий фотошоп сделаешь, что-то там, как понятно, ну, лучше конвертирует. Вот. Да, давайте дальше, следующий слайд. А, во, во, это прикольно тоже. Короче, я уже по этой аудитории прошелся, наверное, ну, по своей, по всем авторизациям, которые нашелся, если там еще кучи сайтов, которые конструкторы и так далее. Вот. Я уже, мне кажется, аудиторию взумал, и думал, надо какие-то новые форматы, новые подходы. И подумал, ну, знаете, да, вот Pokemon Go, это такая штука классная. Я сам посудил, поиграл в эту игрушку, подумал, ведь, по-моему, меня еще у меня много друзей, которые нормальные предприниматели, тоже играют в Pokemon Go. Почему бы не попробовать, ну, на них как-то рекламу настроить? Тогда я взял снова вот эти все авторизации, да, которые, это все моя целевая аудитория, и всю свою целевую аудиторию по этим авторизациям пересек с людьми, которые состоят в группах по Pokemon Go. Кстати, тут я от цели про группы стал всех. Феликс. Вот. И у меня получилось, что если всю аудиторию, которая бизнесовая, которая мне подходит пересечь с фанатами Pokemon Go, получается, 6 тысяч человек. Запустил промо-пост. Лови клиентов на сайте, так же, Кэшки Чум ловит покемонов. Вот. Видите, у него вместо руки виджет. То есть круто. Но у меня тоже, как бы, снова техподдержки не одобряло долго. Я, говорит, 8 мега за решение у Лашки Чум на использование его фотографии. Вот. Я, как-то мы виделись. Я, говорит, да. Вот. Вот Сэка пробовал. И каждый раз, когда пробовал, я старался Эша так, ну, в угол заводить, чтобы у него все меньше, меньше лица было. И вот где-то уже доведя вот до такого состояния, чтобы меня пропустили его. Вот. Ну, тут клик вышел в районе 10 рублей, по-моему. То есть, и я новую аудиторию подхватил. Причем было прикольно. Тогда еще скрытых промо-постов не было. Поэтому мне комментируют, что за дурак у вас настроил танки. Какие покемоны. Вы с ума сошли. Но я-то вижу ценную клик, я вижу регистрацию, я понимаю, по-моему, механика-то сидела, говорю, да не, не, все нормально. Говорит, вам надо страшно менять торгетолога. Думаю, да, конечно, уволим сейчас. Ладно. Следующий слайд. А, вот еще самая важная штука. Вот, допустим, если про сервис мы говорим, то тут вообще настройка очень важна. То есть, или все площадки, или чисто мобилка, или чисто полный сайт. Естественно, мы понимаем, чтобы установить виджет там, ранного звонка, без мобилки, но, ну, спотейте, чтобы устанавливать. Хотя были случаи, когда с телевизора люди, знаете, там, в GTV, там, с пульта устанавливаются. Такое было. Но мы все понимаем, что с телефона нереально установить, и нам, ну, нафиг не нужны люди, которые с телефона будут смотреть к вам. Поэтому мы просто их отключили, все, сразу же статистика образила и улучшилась. Поэтому, когда делаете промпосты, подумайте, а вам нужна мобильная аудитория или не нужна? Тут как бы такая очень штука важная. И еще, конечно, самое важное, это не смотреть на то, что вам контакт рекомендует, какие цены ставить за открутку промпоста, а всегда начинают меня, начинают привить с 31 рубля. То есть 30 минималка, 30 с 1, это такая вот такая минималка плюс. И просто тихонечко добавляете. Еще почему нужно с минимальной ставки начинать? Потому что у меня такое ощущение, что как это, что как бы есть аудитория, да, и вот первая, когда вы начинаете отматывать промпост, какой-то есть шлак, первый, который выходит. На него деньги тратятся, но вообще почему-то не кликает. То есть вот я сколько не забыскал, то есть вот первый день аудитория вообще не кликает, но отматывается как-то быстро. Поэтому лучше вот этот шлак, да, не кликающий аудиторию, прописи по минимальной ставке. Вот как это так. Ладно, следующий слайд. А, ну вот, кстати, тоже, может быть, был бы вопрос. А вот вы там, ну, вам активно кликали, но, наверное, не регистрировались. Все нормально, регистрация. Вот у нас от серии 100 обратного звонка выходила. От 15 до 30 рублей по промпосткам. Это просто, ну, феерически круто. Дальше, следующий слайд. Ага, все, да, основной, да, воздух набираем. Буржуйский контекст работает слабо. Родой правопост – наша отрада. Да! Молодцы, ага, следующий слайд. Во! Следующая штука такая прикольная, сейчас будет слайд. Перед выборами «Контакт» отменил запрет на политическую рекламу. И, ну, мне кажется, в «Пигмите» мы точно первые, в России, наверное, одни из первых, начали сумасшедше отмазывать политическую рекламу. Потому что у нас было много знакомых, кто хотел попасть в политику. Следующий слайд. Вот здесь, если вы увидите, было очень прикольно, когда я услышал, что «Контакт» отменил запрет на политическую рекламу, я закинул первые промо-посты по политике, меня сразу же отклонили, говорят «Здравствуйте, Николай, у нас по пункту 3.12 запрещена политика, нету». А я-то, знаешь, в пункт убрали. Я говорю «Друзья, у вас нету 3.12 пункта, вы сами посмотрите в правила, там есть только 3.11». Он говорит «Как же так? Есть же 3.12, вы смотрите в правила». И вот он снова «Данное ограничение все еще действует?» мне пишут. Я говорю «Так как оно действует, если вы убрали из правил? Ну, с ума сошли». Вот, да, напишу. И они говорят «Ну ладно, давайте мы уточним ваш вопрос». И следующий слайд. «О, классно, но с сегодняшнего дня политика, ну, работа». Хотя она уже 2 дня работала, просто у меня 2 дня мы выезжили. Ага, отлично. Это с вопросами. Ага, ладно, следующий слайд. Короче, на основании, мы где-то отмазали, больше 100 миллионов присмотров по политике. И плюс мы взяли еще данные старых компаний. Например, мы увидели одну тенденцию. Вот следующий такой границ составил. В зависимости от возраста, от присмотров, кликов. Короче, тут много параметров. И основные выводы какие? Что первое, что по всем по компаниям, которые я запускал, мальчики стоят дешевле, чем девочки в рекламе. Мальчики гораздо больше кликают, чем девочки. Соответственно, клик девочки, он стоит очень дорого. А если девочка боток заказывает? Ну так вот, да. То есть, как бы, потом девочки дорогие, лучше на мальчиков. А если мальчики увеличить, члены заказывают? Ну, это соблезно им. Что ж, я не заказываю. Следующий слайд. И вот, короче, такой график построил. Это основные выводы из этого графика. Первое, что кликабельность аудитории зачастую понижается с возрастом. И почему-то она нормально начинает, ну, не нормально, она начинает возрастать. После 35 лет люди снова начинают кликать. Видите, да, вот красный график. То есть малолетки, они больше кликают, чем люди более взрослые. Или грязная аудитория также на этой графике представлена, что она растет. И самая дорогая аудитория у нас находится где-то 30-35. И после 30-35 снова, видимо, такие люди, ну, становятся менее интересными, она снова падает. И также еще есть рекомендуемая ставка. Вот если видите, ну, контакт, например, так рекомендуют по возрастам делать ставки. И как видим, что вот она немножко не колерирует с дорогой аудитории. Ага, следующий слайд. А, ну вот, это я вычислил самую другую аудиторию. Это девушки из Москвы, 36 лет. Это самые дорогие оказываются на аудитории. Ага, следующий слайд. А, ну вот, это такое. Девушки из Москвы, да, дорогие. Лучше из перенебри. Следующий слайд, короче, что лайфхак увидели. Я когда смотрел ленту новостей, понял, что у меня немножко банальная слепота есть, когда я вижу новости от групп. То есть я вижу новости от групп, как они читают. Если это новости от друзей, ну, читают. Я думаю, блин, надо как-то это воспользоваться. И у нас, ну, была группа, я вам уже показывал, наш проект ведомио.ру, да, церковь обратного звонка. Я думаю, надо замаскировать нашу группу под живого человека. Я поставил вот так вот живого человека, естественно, там, по слухам, что рыжие девочки всегда жгут конверсию. Поставил рыжую девочку. И написал любовь к редмёту.ру. То есть вроде бы все нормально, но как бы вот имя, любовь, а вот так, когда. Запустил, ну, как бы я такую большую, не делал аналитику, что там, как, насколько это все улучшилось, но вот где-то в неделю после запуска у меня клики в среднем процентов где-то на 10 понизились. То есть люди, они стали в ленте чаще замечать рекламу и чаще кликать. То есть вот такой как бы, ну, вроде бы обман, но с другой стороны не обман, но вот такая маскировка нормально отработала. Ага, следующий слайд. Ну, вот тоже еще один, как бы, элемент переписки с техподдержкой. Я говорю, что у вас не устраивает? Он говорит, у нас вот есть такой пункт, по которому вы не подходите. Я говорю, как не подходим? Я конкретно не подхожу. И вот мы тут беседуем, беседуем, беседуем. Я снова спрашиваю, вы не копипастите мне право, а скажите точно, что у меня неправильно. И вот следующее причине. Ой, Николай, все, одобрено. К тому, что техподдержка, она зачастую, ну, как-то это, рандомно одобряет или запрещает. Надо всегда с ней общаться и докапываться, чего вы мне запрещаете. Ну, уж, конечно, нет. Это плохая идея, плохая. Что? Я тут сделаю, ты попробую так предложить. А вот с ВК, с ВК, с ВК, с ВК, да. С ВК, да. А у вас там агентские с этого аккаунта? Ну, сейчас уже агентские, да. Они что-то смотрят, если это, там хоть чуть-чуть лучше относятся. Не, не, они так же. И вообще, вообще, пофигу и все. Потому что когда мы на агентство пришли, ничего не изменилось. И так же было. Не, они просто, иногда зачастую, просто как-то рандомно там одобряют или запрещают. И вот надо, ну, там конкретно был пост нормальный, но что они докопались. Ладно, с Гранишников последние три дня месяца, правда? Ну, он может сделать что-то такое. Там есть план по отклонению промо-постов, я попал под него. Вот, но я тоже сказал, что лучше любить щелухов. Ладно, следующий слайд. А, ну, вот такой еще небольшой инсайд. Контакт вам берет откаты официальные, да, агентством. И если вы хорошо будете работать, вы можете получать 25% отката от бюджетов наших клиентов. Следующий слайд. А, ну, все, это последний, и многие нам придут на автопаке, и последний, да, стиль, давайте наберем уже воздуха. На автопаке давайте поднимем и тост, чтобы был крепок и здоров наш родной промо-пост. Да! Да! Все, садимся. То есть ты уже приучил их говорить так, да? Да! 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 Аплодисменты нашему стеклеру! Николай, пожалуйста, у вас внимание, я уже вижу руки. Николай, тезка. А вы знаете, что самое, какая интересная ситуация? Давайте выходите к нам сюда. А я вам объясню для чего. Да. Смотрите. Иди сюда. Иди, иди сюда. Давай. Давай. Треугольник Николаев. Вот прямо вы становитесь треугольник, кружок. Иди, и сделай сюда, чтобы был треугольник. Чтобы Николай был треугольником. Если тремя николайте встать, то вы понимаете, что будет? Итак, вопрос. Три Николая стоят, а вы задаете вопрос прямо в центр. В центре надо встать. Вот все, стоп, не дам. Вон пока в центр. С другой стороны? С другой стороны. Продолжение следует. Мюзапири с ней работают. Очень близко. Давай сюда. Ребята, подходи. Девушка хочет, внимая. Каждый на два шага назад стоит. На два шага назад стоит. Так, в общем, если личное пространство. Вообще-то никакие. Я послушал вам скопы. Следующий. Еще. Четанам далеко решила от нас отказаться, правда? Отказался. Надо бить его. Все, надо набраться. Отлично. Так, Ирина, цереброта. Коля, ай. У нас есть даже вообще знакомость. Не один, но их добивали. Так, ладно. Ты говоришь, что в промо-постах картинка, которая такая, более не выглядела, я скажу, а она работает с носком. Ну, лучше, да. Как с гифками? Потому что я видела у тебя репутажки, тоже гифки такие простые. То есть просто те, кто слышит. А есть такие, знаешь, о-о-о-о. Вот, короче, да. А вот девушки. Да. Смотри. Я, короче, брал эти гифки, ну, вот, бытовые истоков и пробовал запускать. Они как-то, ну, так спорно отрабатывают. Не-не-не, все. По одному вопросу от человека. Короче, спорно вырезанные гифки красиво, они спорно отрабатывают. А вот текстовая, ну, прям вообще классно. Вот мне понравилось. Потому что ее в ленте она не теряется, да? Видимо, да. А то есть люди начнут читать и лично, да. Оля, а если письку на экран посадить? Можно. Попробуйте. У нас вчера были, да, из контакта, кто со мной был вчера? Поднимите руки, кто со мной был вчера? Помните, они говорили, что письки нельзя награть? Помните? Ну, если он, то иду, мы приписываем, все это парни. Более говорили, что можно, понимаете? Я говорю, он чему? Добивайтесь своего, друзья, добивайтесь. То есть со всеми можно общаться. Итак, есть еще вопросы? К Николаю. Или что, я вам рассказываю, когда автобус отсюда уходит? Нет, я вижу вопрос. Денис. Денис, спрессное лицо. Я с этим решением... Я тут видео с вами заказал. У тебя цифры, они как бы очень маленькие. Насколько, в каком разрезе вот эти цифры... Ну, то есть день рождения в течение недели. Сколько недель тестировалось, чтобы подвести итоги? Потому что вот те цифры, которые я видел, там, ну, 10 переходов, 10, но это не специфически верно. Специфически верно. Слушай, я не помню точно, сколько тестировалось, но несколько месяцев, потому что аудитория, допустим, на пигме уколо... ...неделушек... Уколо вне общих день рождения примерно 500, получается, человек, уколо в течение недели день рождения. Сколько тестировалось, то можно где-то полтора месяца, может, два, не помню, надо встретить. Вот, а мы с Холли, короче, были носили герри как-то и кашеватер вместе смотрели. Ну, хотя вам... Есть еще вопросы? Давайте, у нас есть время на последний вопрос сегодня. И я с удовольствием передаю трубку вам. Палку, возможно, это палку... Палку или трубку, давайте решим. Микрофон. У меня вопрос, мне очень понравился вот этот вот график платежеспособной аудитории и рекомендованная ставка. Только, единственное, я не очень поняла, что у вас бралось за основу аудитории. То есть, ну, ставка понятная идет. Да, вот, можно этот слайд? Коля, спрятал свой телефон. Коля, телефона нет. Верни назад. Нет, давай еще назад, вот, где график. Смотрите, когда мы отматывали, ну, мы взяли за основу большую компанию, где там больше 100 миллионов просмотров было, это политическая, ну, надо было отматывать на весь переписки края от 18 до бесконечности, да? Можно назад график? И вот я взял такую эксельку, то есть, ставка была единая, понятно, что, ну, я, по гороскопу хотелось экономить, то есть, на минимальной ставке потал, и смотрел, на какую аудиторию идет наибольшее количество просмотров. Вот, соответственно, большее количество просмотров, вот здесь по процентам, так, вот просмотры, они приходились, тут даже численности, то есть, смотрите, допустим, на аудиторию 18-21, это она составляла 12% всей аудитории, но на нее приходилось 22% просмотров. Соответственно, это перевес просмотров, это 176%, ну, понятно, да? И так же по всем аудиториям это сделал, и это показатель, мне кажется, реальный, который показывает, как при, ну, минимальной ставке дальше увеличивается реальную переключительную аудиторию. Ну, понятно, да, логика? Ну, я поняла, то есть, здесь основное условие, то есть, они у вас все откручились на одной ставке? На одной ставке, поэтому все на равных, и наименьшее количество просмотров получается вот здесь, 101 раз попалось от 24-27, почему-то, да, здесь? Ну, да, значит, так есть. Вот, поэтому это и есть, но следующий слайд переключен. Спасибо, Сергей. Ну, все, я поняла, я не могла понять, как вы почитали, если все равно мы ставки разные на все. Ну, да, я рекомендую, мы, видите, общение не били с реально положительным делом. Друзья, аплодисменты Николая Алина. О, да, 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 да. Аплодисменты Николая Алина.